Фрегат «Адмирал Макаров» отправился вслед за крейсером «Москва». По предварительной информации, вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по новейшему российскому фрегату возле острова Змеиный. Именно этот фрегат был вооружен крылатыми ракетами «Калибр», которыми расисты обстреливают города. По предварительной информации, фрегат не смог увернуться от украинской противокорабельной ракеты «Нептун». Также пожар на корабле вблизи острова Змеиный зафиксировал спутник. Эту информацию подтвердил также и народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Опять наказал бог моря этих негодяев. И еще один русский военный корабль не полностью пошел куда надо, но получил достаточно. На помощь кораблю из оккупированного Крыма вышли судна. Также над вражеским кораблем летала авиация оккупантов, чтобы понять последствия от удара. И хотя о взрывах на российском фрегате пользователи соцсетей сообщали еще вечером 5 мая, но ни генштаб ВСУ, ни страна-агрессор еще не сообщали о том, что произошло с фрегатом. Но стоит отметить, что и информацию о утонувшем крейсере «Москва» россияне сначала тоже официально не признавали. Этот фрегат – один из трех российских фрегатов типа «Буревестник», построенных в рамках проекта 11356Р. По плану должны были построить шесть таких суден в 2010 и 2011 годах. Каждый корабль обошелся России примерно в 13 миллиардов рублей, что немного больше 196 миллионов долларов. И именно разработанные тогда фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорьевич» являются самыми мощными военными кораблями Российской Федерации после ракетного крейсера «Москва». Адмирала Макарова спустили на воду в 2015-м, а вступил в строй фрегат в 2017-м году. Его длина – 124 метра 80 сантиметров, ширина – 15 метров 20 сантиметров. Максимальная скорость хода – 30 узлов, 55 километров в час. Максимальная дальность плавания – 4850 миль, 7850 километров. Экипаж – 180 человек. Главное ударное вооружение – 8 ракет «Калибр». На данный момент Украина ликвидировала 11 вражеских кораблей.